Ушел все-таки мяч, хоть и рванулся к нему сейчас Александр Киржаков. На голодном паке пока этот форвард и пока еще ни разу по-настоящему грозно произнести свою фамилию в этой встрече не заставил. Ачимович протащил мяч до левого фланга, удар сходу и какой гол красавицы. Слетает ворота Канилович Антофальский. Капитан Лиля Тафарот, такой удар ему удался, но потрясающий по красоте гол, не берущийся мяч. И опять провал, посмотрите сколько игроков на небольшом участке поля и почему-то все забыли про ту зону. Не знаю, опять же, кто виноват в этом игроке «Зенита», что действует с некоторой прохладцей после первой виктории в групповом турнире Кубка Уфау. Слишком ярко и красиво, и может быть немножко переоценена получилась эта победа над греческим АЕКом. Но мы видим, что нет-нет, да дает сбои обороны «Зенита», и без того не самое. Эта схема и оправдывает, но козыри «Зенита» нам известны, и вот один из них, Андрей Аршавин, пытался вновь мяч загрузить в чужую штрафную площадку. Не получилось, и вновь передача вперед на спивака. Попытка дальнего удара, почему бы и не пробить, если подбор пока весь за «Зенитово» опасно, и 1-1 Александр Киржаков. Блестящий ответ. Установил уже Саша в этом сезоне рекорд личной результативности, ну и ликование на трибунах сырно, действительно было здорово. Владимир Быстров рикошетом от ноги кого-то из футболистов «Лиля», как раз от ноги Макуна, который передачу-то вроде бы немножко изменил, но не прервал. Ну и Киржаков в хорош своем стиле забил сейчас этот мяч, Александр на опережение выскочил, словно чертик из табакерки. Молодостью занимался акробатикой, укрепил тело, укрепил мышцы, развил пластичность и координацию, и вот забивает такие тяжелые мячи. Честное слово, в нашем чемпионате не так много форвардов, которые способны вот так вот в долю секунды сориентироваться и в изменившихся условиях, в изменившейся ситуации. Видно, конечно, что по пониманию игры, пятнадцатый номер «Лиля», «Лиля», пацан Ачимович, наголу просто сильнее своего партнера. Не всегда у них хорошее взаимопонимание наблюдается на поле. Бадмир. Очень долго один работает с мячом, и посмотрите, пять игроков в белой форме позволили ему такую передачу сделать. Ну просто непонятно. Оставление хорошее. Мусило. Мусило. Ну, словно в детском саду такие ошибки, честное слово. Короткая вспышка эмоций у Клода Пиэля. Честное слово, это большая удача французского телевидения, то, что успели запечатлеть вот этот эмоциональный порыв французского тренера. Ну разыграно было действительно. Настолько классно, настолько мастерски. Даже нечего сказать, почему так играет «Зенит» в обороне, не понимаю. И опять интересно, что будет говорить в управдании власти.